здравствуйте мои маленькие любители гальванисты и все 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 кому не безразлично творчество мастерской скала сегодня одна из самых масштабных и просто неповторимых коллекций да все это по плану отправляется в Индонезию к нашим партнерам но перед этим конечно хотелось бы показать русскому человеку нашему покупателю как постоянному так и потенциальному и так далее так далее так далее быть может вы успеете сделать этот выбор мы отложим какое-либо понравившееся вам украшение как резерв вот поэтому покажу в общий чертах все и по порядку начну наверное с самого масштабного это то чего все ждали спрашивали это та самая кореша кто помнит прошу прощения опять же за руку у меня теперь обновление осенняя кожа обновляется в общем вот поэтому вот это корешка самая многие спрашивали что это как это и так далее интересно посмотреть как она будет комментарии писали вот так вот оно есть здесь внутри я тогда не показал потому что был скрыт натуральный аметрин на солнце конечно он всю красоту передает кто не знает аметрин это смесь цитрина с аметистом то есть видно что макушка у него фиолетовая снизу он желтеет вот это авторская неповторимая работа ну такое наверное я не решусь больше делать повторять или еще что то потому что действительно это тонкая работа которая отняла массу времени нервов и так далее так далее так далее я не решался ее сделать наверное целую весну начал точнее делать композицию собирать по весне но меднить так и не решался потому что была сильнейшая жара перепады температуры и так далее меня вперед вдохновила вот эта корешка и страх в общем грубо говоря как бы странно изучал страх меднить ее вдохновила на создание на один очень такой интересный проект создание специальной комнаты для гальванопластики где именно будет стабильная температура в жару там будет по прохладней а зимой там будет потеплее скажем так вот поэтому ну в нее буду конечно нужно вкладываться поэтому кому интересна эта идея про вообще наши работы вы приобретаете пожалуйста все украшения какие есть ранее на них сейчас скидка 50 процентов при любом раскладе и новинки соответственно поэтому вот что имеем вот такая вот красота кому интересно пожалуйста задавайте вопросы сколько стоит можно ли резервы вы положите так далее в общем спрашивайте пишите сообщение нашей группы матерская скала вот ответим такой красоты я еще не делал никогда это было буквально миг вдохновения вот и получились вот такие вот композиционные работы очень сложные очень детализированные и благодаря серебру и патином которые в общем то я сам и делаю мешают получилось вот такая вот красота на фокус сейчас сработает нет да вот он вот такой оттенок здесь у нас получается полевые цветы веточки база идет у нас при любом раскладе на мемори проволоки это дает некую гибкость не жесткость а гибкость то есть его вообще такие браслеты в грамм пластики гнуть нельзя менять форму нельзя но вот он гибкий то есть условно говоря он слегка раздвигается чуть-чуть чтобы допустим продеть ручку вашу туда но гнуть не стоит естественно на это я никогда не даю гарантии что там как будет несмотря на то что медь у нас качественная минуту попроводящий составы и соответственно раствор меднения но не суть вот такая вот красота очень детализированный браслетик получился самое главное неповторимый вот такой вариант размеры озвучу если кому интересно поставить в резерв я планирую отправить в эту субботу посылку в индонезию поэтому до субботы у вас будет время я постараюсь это видео сейчас выложить побыстрее скажем так вот чтобы вы успели сделать резерв если интересно конечно вот такие вот букетики сирени цельные букеты тоже очень тонкая работа особенно вот когда каждый бутончик надо когда он с дерева сором был предварительно меднен когда ты уже создаешь композиции здесь главное не сломать и разрушить этот букетик вот мне это удалось слава богу тоже серебро слегка патина но немножко такого желто коричневатого цвета шоколадно золотистый сказал вот так вот вот такой вот вариантик здесь тоже садовые букетики цветы из сада немножко полегче не настолько большая композиция тоже интересная расцветка такого золотистого цвета тоже собственно говоря гибкий но в разумных пределах естественно вот такой вот немножко беленый как сложно фокусироваться конечно такие вот пакетики каждый из них повторяюсь вы можете до субботы поставить в резерв узнать сколько он стоит и так далее все обсудим обговорим вот такая вот красота вот это у меня вот форма и ширина больше всех естественно нравится поэтому вот это вот идея база я ее долго разрабатывал конечно много 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 было запорчено заготовок браслетов ну вот я нашел ту идею воплотил ее которая вот родилась голове почему бы и нет и наверное теперь вот это вот база она будет основой всех наших браслетов равно как потом дойдем до серик вот поэтому это вот будет именно вот наша от скалы идея тут судя потому что мне многие пишут не подумайте что я кто-то называет понтуюсь или завышаю себя или нет я просто знаю себе цену грубо говоря и поэтому я никогда себя не завышал выше но и никому не позволю опускать ниже наши работы соответственно поэтому это не хвастовство это ничего я просто показываю говорю все как есть равно как вы знаете что у нас невысокие цены не потому что я такой дурак может и дурак да ну по крайней мере не жадный дурак скажем так вот не не стараясь завысить цены напротив стараюсь сговориться с человеком чтобы всем было приятно поэтому вот имейте ввиду что мы за это цены не собираемся завышать загонять и как-то на вас наживаться надеемся что и вы будете отвечать тем же вот значит то помнит с екатеринбурга мне их привезли ну я точнее привез мне их подарили скажем так сестра моя вот ну и здесь естественно базе memory проволоки это по заявке индонезийцев жемчужины любят они жемчуг конечно вот такая вот красавица кала тоже серебро патина как же сложно с фокусом работать здесь кала чуть помельче но интересно вот это вот волна мне почему-то не знаю внимание привет привлекает как же сложно положение найти сверх ногами о вот такая красавица здесь просто заглушено этот шарик перемещается для того чтобы во-первых эстетично во вторых до того чтобы вот проволоку memory проволоку либо сгонять и она здесь будет шире либо наоборот сужать и она будет за большейшие такая идея в голову пришла почему бы нет потому что всех шейка может быть разное так она будет ложиться приятнее ну а так если у кого-то шейка тонкая просто-напросто вот зафиксировали две полосы при желании можно прицепить жемчужинку также болталась вот такая вот красота получилась жемчужинами и с семенами вот это семенами это жемчужинами серебрёные то есть патина можно носить то есть как вот обратной стороной швензы переделать вот это привлекает внимание индуизия кстати обратно стало больше привлекла на швезда крючках но здесь я сделал нашу фишечку кто помнит по физалисам здесь вот такой вот специальный ну я его правильно звуна и на фитинг специальный такой фитинг я давно эту идейку присматривал искал черного цвета этот фитинг а вот я его нашел мысль в чем а в том что он на вашу ушка будет этот кельхерия будет вращаться то есть по часовой стрелке про часовой форма не будет фиксироваться фокусироваться то есть можно будет бесконечно вращать здесь наш вензе фиксировано вот просто швензы например а вот здесь через такой вот переходить это получается такие красавицы тоже это все можно зарезервировать если интересно это тоже композиционная работа вот композиционная работа корнеплоды африканского дерева в трещинке физалиса кристалла физалисов и вот такие вот букетики сирене прямо вот как вот сорваны были с дерева так они вот были замедлены тоже прямо в щель вот это вот получается такой интересный арт-объект не знаю как лучше показать но вот вот композиция получилась вот такая вот красота они очень крупные то есть это memory проволока на базе швенза гвоздик серебро патина букет и гортензия на веточке то есть вот такая вот красота можно зарезервировать они не тяжелые то есть носить можно плечи речки мучился с ними тоже долго это композиционная работа как видно то есть а здесь как заборчик такой как будто бы заборчик из него растут цветки сиреневые сирени здесь жемчужины и гвоздики родиевые это уже из дорогих такой класс немножко повыше они родированы шарики ну одни из моих любимых гвоздиков гипоаллергенные говорят простые языки ну вот получается такая красота можно носить постоянно по особому поводу очень интересно вот такая вот красота тоже компенсационная работа здесь опять же как вот кто про вазочки помнит я делал подвески в прошлом ролике есть тоже самое вот это вот трубчатая вазочка скажем так в ней просверлено отверстие и помещен вот такой вот букетик каких-то там даже полевых цветов получился очень интересно вот этот вот дизайн мне очень приглянулся наверное буду делать аналогию не она не аналогичные а в том же формате назовем это так вот сделал их спонтанно то есть не захотелось чтобы были какие-то и сюрппи вот такая вот база треугольничек на нем цветок полевой листик на обратной стороне гвоздик и и здесь вот гвоздика и поскольку это гвоздик сделано колечко и на нем цепь и черный жемчуг то есть они будут такие вот интересно подвижные очень легкие можно носить постоянно под любой фасон под любой как говорится формат скажем так делал вот такие вот серьги это моя любимая калиночка которая вот я дерево возле железного дорожного перехода пересадил себе выкопал она прижилась давала мне такие соцветия по весне и соответственно я вот их срезал прямо веточка целиком и замеднил но тогда пошло что-то не так немножко потерялась фактура точнее правильная текстура фактура осталась мы видим что это веточка листья цветы ну в общем вот даже по концевикам видно что немножко они переменились но серьги я все-таки решил оставить как вариант можно сделать конечно же подвеску здесь черный никель лакирование как обычно для защиты у кого допустим аллергия он такая красота получается ну вот крупные наконец-то нашел я деревца мои деревья еще не готовы давать нет ни цветы не крупные вот эти кленовые носики в городе нашел дерево которое их дает и соответственно вот немножко набрал себе можно разноформатные делать серьги я имею ввиду разного оттенка разные покрытия очень классно смотрится сравнимо с диким кленом где они маленькие вот эти вот носики это гораздо интереснее гораздо вот такая красота серебрение патина очень легкие можно на повседневку носить листья листья осины собственно говоря как листья это ничего особенного ну разве что вот интересное покрытие получилось по серебру то есть тут вот такой вот вариантик лист необычный получился такой формы не стал я его выпрямлять понравилось мне вот вот такие вот осинки тоже интересно листья запасены то есть хватит достаточно веточки лилии жемчужины здесь вот прямо они участок засыхают семенная коробочка из нее как будто бы высыпается жемчужина вот а с другой стороны жемчужина как будто прорастает еще только серебрение патина натуральный жемчуг очень легкий можно на постоянку носить опять же так называемый корейский стиль есть опять же база цветы гортензии и подвижные швензы то есть под центром собственно тяжести серьги будут постоянно подвижны лево право черный жемчуг тут же на одной стороне то есть по сути асимметрия корейский стиль новомодный тоже таких сереб можно сделать не одну скажем так дюжину поэтому обращайтесь кому интересно вот такие вот красавицы подвески можно делать очень легенький на подарок еще на какие-то события для себя любимый отличный просто вариант лучше не придумаешь декорирована жемчужиной прямо цельная веточка сорвана и покрыта гальваническим металлом то есть они вот всегда вот не получается обратная сторона вот такая вот фактурная а лицевая сторона куда семечки как правило смотрят вот такая вот вот это вот интересность тоже очень интересно смотрится по сути это что имитирует скажем так это коралл и в нем как говорится вся обитель черный жемчуг белый жемчуг натуральный коралл кристаллик ну назовем так изумруда лунный камень соответственно это там затерялся даже янтарь а сама основа это в принципе был дендрин который я успешно когда выращивала ноды переношу и сохраняю потом вот когда наступает вдохновение моментом получается такая красота будто бы действительно морской морское дно на подвижной базе квадратный то есть тоже меняется двигается то есть здесь опять же в чем смысл корень африканского дерева на базе скажем так вот корень африканского дерева базе на нем была наращена веточка из нее были выращены скажем так цветы сирени внизу букет полевых цветов имитирующий начало скажем так а это уже как финиш грубо говоря процесс так называем процесс который происходит у нас первыми вот он весь запечатлен здесь вот интересная подвеска легенькая очень красивая серебро патина обратная сторона вот такая получается никандра масштабная объемная целым букетом опять же здесь кабошончик натурального солнечного камня но сейчас солнца нет конечно а ну вот в принципе видно себя не во всей красе проявляет задняя сторона на кабошоне специально была не заменена потому все таки это солнечник он должен играть должен свет заглатывать вот поэтому вот такая вот красота такая красавица жемчужины также букетиком цельным очень интересно будет даже под горло смотреться так и немножко ниже но под горло будет вообще обамблено смотрится вот такая вот красота как видно гвоздик memory основа вся на memory гортензия крупная на конце там жемчужины и декорировано листьями папоротника на все на базе веточки фактурные очень фактурные вот такие вот серички это черненый никель декорирование бронзы на финише конечно же декоративный лаковый слой такие вот красавица они не не тяжелые совершенно как вариант в принципе в принципе если уж кто не носит гвоздики я могу вот форму крючку поскольку это memory проволока придать форму кольца и это превратится в кулон поэтому имейте ввиду можно даже из двух сделать один кулон и получается такая вот подвижная композиция вот черный жемчуг никандра вот такая вот брошечка как прошлом ролике я говорил что базу я фиксирую гальваническим слоем прямо с объектом данном случае основа базы броши я имею ввиду была удалена чтобы не портить эстетический вид скажем так и соответственно вот получается вот такая вот простая игла всяких наворотов всего зафиксировали носите кому опять же кто помнит прошлые ролики кто помнит прошли ролики я придумал фишечку одно это когда вот на иглу одевается специальный кулонник который также гальваническим способом собрал такой вот объект превращается уже не в брошь а в подвеску и то есть как бонусом я могу вот грубо говоря вас радовать вот это вот кулон ником специальным если интересно так что обращайтесь приобретайте никандра это действительно уникально это красиво красота с дицентрой это у нас серебро патина база на мемори проволоки на кончике аметисты дицентра на веточках ничего лишнего очень легенький очень красиво интересного на такие объекты просто вот хочется сначала смотреть на любоваться потом уже одевать и поэтому взгляды будут будет привлекать однозначно тут уже просто ничего лишнего такая красота обратная сторона на базе мемори проволоки опять же вот такой вот каплевидной формы черный никель декорированной бронзой на кончике жемчужины и что интересно конечно же войну во первых композиция прям такой что-то вот состаренная смотрится что-то такое прямо вот металлическое как чугунную классно смотрится мемори проволока здесь на всякий случай я ее позолотил вот эти швензы которые уши будут касаться и опять же вот как это работает я уже показывал фиксируете вот эту часть мемори проволоки где она соединяется с базой медненной пальчиками и выгибаете швензу как вам нужно все форма сменена можно уже носить по-другому если допустим такой формат не подходит такого вида швензы у меня были вот от константина сибиряка вот такие вот необработанные сибирские приняты я к ним просто примеднил базу из пусеты у которой на конце вот колечко и соответственно в это колечко просто вот к мужем жемчужины они подвижны вот такая красота и в то же время легенький на повседневку на какой-то повод можно носить вот такие вот вот опять такая красота на борисе мемори проволоки черненый никель декорированной бронзой ремчужина на конце здесь уже колонхоя на веточках натуральных натуральный колонхоя два цветка и листья папоротника декор вот такой получился очень легкие нежные кто помнит предыдущие работы от мастерской скала знают как я люблю собирать композиции с чего-то цельного прежде что-то собрать нужно что-то разрушить данном случае была база квадрат я его разделена пополам разделенное место декорировал натуральными веточками на одной из которых растет листик соцветия легкие на повседневное ношение внимание будет привлекать гарантированно и опять же в середке наши технологии авторская хэнд-барк ручная кора металл таким образом формируется получается вот такая красота неповторимая просто и со вкусом на базе ромашка но вот индонезийцы захотели чтобы это были кулоны соответственно вот черненый никель декорирование бронзы лакировка вот такая вот простенькая получается подвесочка вот такой вот красавец кулончик тоже необычная работа компактная нервы помотала также была база квадрат я его разделил и собрал такой прямоугольник и все это место срастил настоящей веточкой соцветиями даже не знаю что это за свете но чем-то похоже я не знаю на какие-то вот уменьшенные масштабные каллы опять же очень классно смотрится то есть просто белое серебро и сами эти цветки были декорированы зеленой патиной то есть если в процессе теоретически она будет потом менять цвет будет еще более насыщенного зеленого цвета это очень интересный момент поэтому вот здесь сбоку бусинка лабрадорита на солнце будет сиять слегка такая вот красота вот такая вот масштабная подвеска фактурная нравится она здесь лунный камень который кто помнит мы с коллегой добывали на южном урале вместе несколько лет назад вот кабошон вот так вот он сияет прямо лунным серебряным цветом здесь вот веточки декорированы веточками там соцветия разные полевые цветы и даже сиреньки бутоны попадаются серебро патина она не тяжелая но взгляды будут привыкать гарантированно вот снова серички в таком же формате на базе memory проволоки серебро патина здесь уже декор идет то есть сердечки децентры листья сделаны из маленьких маленьких папоротников которые только-только по весне вылупляются на кончиках бусинала продорита вот такая красота вот здесь вот снова такой же формат серик децентра немножко композиция по компактнее веточка как будто бы уже по осени словно на кончике папоротники жемчужины вот такая красота получается очень легкие можно носить постоянно то есть вот это формат очевидно станет нашим лицом уже матерской скала как браслета я показал так же как кольца на мемори проволоки и так же как вот эти серьги вот очевидно это будет основной формат поэтому если вам нравится вы пожалуйста напишите или лайк или лучше комментарий конечно что солидарен или там нравится или да или просто сердечко отправьте что солидарно вам это нравится чтобы я знал хотя бы нашим русским людям интересно или нет здесь уже бусин и лабрадорита покрупнее декоративная часть сердечко 2 листика папоротника веточка уже поменьше это те кто любит по компакт не совсем уже постоянно так же крючочки о господи крючочки пины как их называют ныне гвоздики вот такая красота получается необычно будет смотреться гортензия бусина аметиста в общем простенько и красиво вот такая вот необычная длинная подвеска она по-моему 12 сантиметров длиной из колоса цельного растет у меня такие декоративные колосья близ 1 альпийской горки кто смотрел где у меня сосны бонсайки вот там вот такая красота водится хочет работать в общем по моим расчетам этот кулон она должна ложиться вот по моим расчетам этот кулон подвеска вот эта вот она должна ложиться прямо вот ну между грудью то есть как бы разделять ее грубо говоря так как бы это странно не звучало но под расчет было вот это именно иной формат можно сделать моносерьгу можно сделать моносерьгу то есть повесить сюда швензу и получится моносерьга у кого длинная шейка красивая допустим будет очень классно смотреться она на до плеча не достает то есть тыкаться не будет при свободной ходьбе из серии вот этих вот вазочек серии вазочек как вот у того мастера забыл опять как ее зовут то же самое здесь где если смотреть вдруг другом варианте то вот она да получается вот основа ваза и в ней что-то поставлено какой-то цветок здесь данном случае осенние цветки это еще с той осени я собирал от меня даже не знаю не помню просто что это по-моему это вязались мы уже вот он такой сморщенный стежный ну прямо осенняя тема осенняя тема вот такой вот необычный формат серичек как это ни странно одна 11-летняя индонезийская девочка попросила маму что-то написала мне и предложила вот сделать для дочки вот такие вот серьги в общем это идея ребенка скажем так задумка я вот придумал этот формат грубо говоря в общем совместная работа скажем так синтезийским девочкой которая вот захотела серьги на постоянное ношение чтобы это были пины чтобы там был жемчуг именно чтобы пин соединялся с жемчугом и обязательно была дицентра сердечки сердечки на гать сердечки вот сделал трех вариаций дицентра свердловской который вот я привез посадил у себя саду у скалы дицентра который у меня уже давно растет просто разный размер и здесь белый жемчуг черный жемчуг расцветка здесь больше серебра здесь больше патины а здесь уже одну не знаю мне почему-то тут телепузиков напоминает супруга сказала напоминает пингвинят каких-то в общем кому интересен такой формат обращайтесь могу повторить с разными бусинами не только жемчугом поэтому мне кажется классно просто интересно хоть ребенку в подарок хоть как говорится себе в подарок любимый почему нет мне кажется обалденно ну успевайте что-то из этого зарезервировать в принципе если интересно такая вот фишечка опять же в индонезию были на заказ отправлены кольца для постоянного ношения с натуральным шерлом вот столько колечек получилось то есть вот прямо сколько тут пять штук это наш шерл уральский ну типичный формат в общем-то как бы ничего такого навороченного особенного нет просто кольца если интересно кому-то резервируйте размер такой большой что он большой даже мне наверное даже для мужика подойдет но яшма наша конечно же пейзажная уральская красота энергетика бешеная формат шинки это литье от наших коллег из ювелирной мастерской просто она была вместе с рощина медью как говорится и вот получилась вот такая красота там размер по моему больше 22 это точно потому что даже на средний палец сквозь перчатку вот оно мне как бы ну как раз на через перчатку ну кого у женщин крупный пальчик тоже на постоянное ношение будет интересно смотреться и аж мы очень хорошими камень обалденно смотрится вот именно выносить на среднем или на безымянном то есть потому что она сразу покрывает фактически все четыре пальца ну у меня рука крупнее на женской ручки будет конечно же вот обалденно смотреться вот такая вот красавица никандра тоже колечко здесь две жемчужины белого жемчуга и вот такой вот букетик обалденно смотрится вот такая вот красавица с черным жемчугом тоже перекрывает соседние пальчики смотрится классно не такая объемная и цеплять них ничего уже теоретически не будет ну и бонусом все кто помнит конечно же подвеску которую я как бы делал для себя вот это вот кристалл натуральный горного хрусталя с лапкой в камне целый мир что называется камера не передаст четверти того что там ощущается внутри жду сейчас шнурка черного когда приедет заказ потому что в юбилейных магазинах покупать сейчас бесполезно 70 см шнурка стоит как того же алиэкспресса можно купить 5 метров такого же шнурка точно поэтому вот это как бонусом такая красота для себя здесь и никель и патина и серебрение все в одном и лакировка то есть буду тестировать на себе все эти вот функции принципе кто помнит по предыдущему сказу у меня кожа очень чувствительная поэтому если уж у меня будет какая-то аллергия то у остальных точно она будет а если у меня не будет то остальных 100% не будет больше шансов что не появится что-то как многие боятся там металлов и так далее ну ладно это все лирика в любом случае до субботы поэтому если кому-то что-то приглянулось обращайтесь говорите что именно интересно покажу сниму зарезервирую и сможете выкупить потом так что вот имейте ввиду и напоминаю что на работы которые в наличии особенно вот с 21 года на них скидка 50% всем добром до сих пор